При текании с помощью CorelDRAW создаем документ формата А4, альбомного типа. Делаем квадрат размерами 200 на 200. Ставим его по центру с помощью выравнивания. На него будем ставить еще квадратики. Берем с краю и введем до центра. Нажимаем Alt, левой кнопкой мыши введем и в правую кнопку мыши, так мы копируем его с дублиров. Здесь просто Ctrl-C, Ctrl-V копируем и ставим квадратик по центру. Теперь будем красить. Можно любые цвета, можно любые фигуры, можно группу любых фигур. Но я решил вот такой квадратик сделать, чтобы он перетек в лепестки цветов. Нужно убрать абрис. Выделяем все, заходим в абрис и делаем их невидимым без абриса. Теперь группировать надо этот объект из пяти состоит. Выделяем, нажимаем правой кнопкой мыши на объект и создаем группу. Все, теперь группу можно убрать в сторону. Вот этот будет наш первоначальный объект. Опять рисуем квадрат. также 200 на 200. Выравниваем по центру. На него будем делать овал. Просто поставим овал. Делаем высоту 100 миллиметров, а в ширину 30. Выравниваем по вертикали. С помощью выравнивания выделяем объект по вертикали. Теперь приближаем и верхнюю кромку выравниваем. с квадратом. Нажимаем через alt, нажимаем левой кнопкой, переносим вниз и правую кнопку нажимаем. Теперь надо два объекта сгруппировать. Выделяем. Нажал объекта, вот два выделенных объекта и создаем группу. Теперь нажимаем, ставим поворот. Через alt левой кнопкой мыши двигаем. Нажимаем правую кнопку мыши. Копируется. И так далее. Вот у нас получилась группа из объектов. Теперь их тоже будем красить на первую группу. Через градиент, но в CorelDRAW интерактивная заливка называется. Белый цвет мы сделаем чуть краснее. Вот такой градиент будет достаточный. Ну и так красим все группы. По умолчанию черно-белый получается градиент. Выравниваем. Нажимаем на черный квадратик. И выбираем цвет. Желтый здесь. И белый квадратик. Заменяем на светло-велтый. Тут я уже все сделал. Убрал адрес. Выделил объект и сгруппировал. Теперь его можно убирать в сторону. Нужно объекты убирать подальше друг от друга. Чтобы эти 20 кадров промежуточных перетекания. Чтобы они стояли друг от друга подальше. Для удобства их выделения. Уберем перетекание. На первый объект нажатым. И тянем до последнего объекта. Как говорил, надо их поставить подальше. Они сливаются между собой. Так будет достаточно. Теперь надо эту группу разгруппировать. Разъединяйте. И эту группу под промежуточные тоже разъединяем. Теперь каждый объект получается по отдельности. Их надо сгруппировать. Выделяем второй объект. Нажимаем правой кнопкой мыши. И создать группу. Итак, следующая группа. Доходим до конца. Я вот уже сам дошел. Все сгруппировал. Проверил. Теперь будем из групп покадрово делать. Выбираем первую. Выравниваем. По центру. Копируем. Копируем. Открываем страницу новую. И вставляем правой кнопкой мыши. Вставить. Теперь будем экспортировать это в JPEG. Пронумеровали экспорт. Я специальную папку сделал. подождали. Чуть окей. Скрываем. Выбираем. Следующую группу. Выравниваем. Копируем. Открываем страницу. Вставляем. Экспортируем в JPEG. Пронумеровали. Ждем. Страницу закрываем. Уже до 14 дошел. Этот объект скрываем. И вот я дошел до конца. Ставим объект по центру. Копируем. Открываем страницу. Вставляем. Экспортируем. Пронумеровываем. Скрываем. Скрываем этот объект. Страницу закрываем. Этого объекта скрываем. Следующий объект ставим по центру. Копируем. Открываем страницу. Вставляем. Экспортируем в JPEG. Все. 23 объекта у нас скопированы по кадровому формат JPEG. Проверяем. Проверяем. Теперь будем открывать фотошоп. Создаем первый файл без имени формата А4 альбомного типа. Открываем первый, в первое фото, первый объект. Ничего не используем. Убираем замок. Ctrl C. Нажимаем. Заходим в первый файл без имени. Ctrl V. Вставляем. Теперь выделяем волшебной палочкой. Нажимаем маску. С фона глазок закрываем. Вот получился формат АПНГ. Пронумеровываем. Закрываем глазок. Открываем второе фото. Ничего не используем. Замок убираем. Ctrl C. Нажимаем. И в первый файл без имени вставляем. Ctrl V. Выделяем волшебной палочкой. Нажимаем маску. Пронумеровываем. Замок убираем. Записываем. Замок убираем. Глазок закрываем. Открываем следующий. Ну я дошел до 14 пока. Ctrl C. В первый объект. Без имени. Заходим, Ctrl-V вставляем, выделяем, нажимаем маску, пронумеровываем, глазок закрываем, открываем следующий. Ctrl-C, в первый объект заходим, без имени, Ctrl-V вставляем, выделяем, здесь у меня допуск 30 стоит, поэтому он мелкие объекты даже захватывает. Нажимаем маску, пронумеровываем, закрываем глазок и вот последний файл 23 открываем. Убираем замок, нажимаем Ctrl-C, в первый объект заходим без имени и Ctrl-V вставляем. Допуск оставил я 30, вот выделяю. Он даже градиент выделяет, границу между градиентами. Проверяем, нажимаем маску, пронумеровываем, глазок закрываем. Сейчас мы должны зайти в первый объект под номером 1, глазок открываем, заходим в окно, шкалу времени и выбираем создать анимацию кадра. Вот первый у нас уже образовался, чтобы он чуть-чуть на месте постоял, я их сделал 10 штук, чтобы он постоял немножко. Вот одиннадцатый, он теперь будет первый, двенадцатый будет вторым. Открываем второй глазок. Дальше плюс, плюсик, тринадцатый будет третьим. Открываем глазок и так далее. Вот до тридцать первого дошел, тридцать второй, двадцать вторым стал. Тридцать третьим стал тридцать двадцать третьим. Так, теперь нам надо поставить время. Вот я выделил последний кадр и через shift первый кадр. Поставил здесь 0,1 секунду. Проверяем. В общем, я поставил здесь 0,5 секунд, он более-менее меня устроил. Опять выделяем первый кадр, последний кадр и через shift. Время поставил 0,0,5. Проверяем. Теперь будем экспортировать его в формат GIF. Заходим в файл. Экспортировать. Выбираем сохранить для веб старой версии. Нажимаем, ждем. По центру выравниваем. Размер изображения 1500 на 1060 я поставил. И однократно. Сохраняем. Без имени 1. Вот я 2 сделал. Назовем его без имени 3. Сохраняем. Сейчас откроем файл. И через Windows программу просмотра изображений он читает GIF. Можно посмотреть, что у нас получилось. Вот так у нас получилось. Сейчас мы откроем After Effects и будем вставлять туда объекты. Вот открыли After Effects. Вставим объекты. Я вот сделал основу, на которой все будет находиться. Тоже формат А4. Наша гифка без имени. И поставил видеофутажи. Создал композицию на базе основы. Частота кадров 26 секунд сделал. Вставил себе объекты. Первый объект без имени сдублировал. Потому что он короткий. И через время поставил стоп-кадр на последнем кадре. И вот проверяю. У меня завершилось. Гифка закончилась. А стоп-кадр остался. Он на месте стоит. Ну, выбрал 3 секунды. И пускай он у нас попрыгает. Через преобразование положения. Сдвигаем чуть-чуть. Приближаем объект. И поднимаем его вверх. Ненамного. Сдвигаем шкалу. Опускаем вниз. Он зафиксировался. Дальше двигаем. Ставим опять по центру. Ну и дальше до конца приблизительно. Он должен уйти в сторону. Ну и не просто так. Опускаем покатиться. Через поворот. И поворот в минусы. Где-то 90. И вот здесь футаж последний мерцание. Ставим на начало и через пробел запускаем. Вот так вот у нас получилось. На этом все. Поехали. 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 Поехали.